Аплодисменты Итак, Питер Пен Аплодисменты Все дети, все, кроме одного единственного ребенка на свете, рано или поздно вырастают. Девочка по имени Венди знала это наверняка. Когда она была совсем маленькой, ее мама, миссис Дарлинг, сказала, «Какая же ты хорошенькая! Как жаль, что ты не останешься такой навсегда!» С этого времени Венди знала, что она обязательно вырастет. Когда Венди появилась на свет, родители долго совещались оставить ее или кому-нибудь отдать. Ведь прокормить ребенка не такая уж дешевая вещь. Те же переживания возникли, когда позже появились братья Джон и Майкл, но их тоже оставили в доме. И вскоре всех троих можно было увидеть на улице, важно вышагивающих в сопровождении няни. Большой черной собаке-водолаза по имени Нэна. Нэна была не няней, а чистым золотом. Она вскакивала ночью, если кто-нибудь из детей шевельнется во сне. Безошибочно отличала кашель, который не стоит внимания от кашля, при котором горло необходимо обвязать шерстяным платком. Нэна была во всех отношениях образцовой няней. Трудно было себе представить более простую и более счастливую семью до того, как появился Питер Пен. Питер Пен. Миссис Дарлинг впервые обнаружила его, когда приводила в порядок мысли своих детей. Вы никогда не слыхали? Когда дети спят, мамы производят упорку в их мыслях. Их кладут все мысли по местам. В мыслях у каждого ребенка есть его собственная страна под названием «Нет и не будет». И чаще всего это яркий остров с коралловыми рифами, пещерами и заброшенной хижиной в лесу. В детстве мы с вами тоже там побывали. До сих пор до нашего слуха доносится шум прибоя. Но мы уже никогда не высадимся на том берегу. Субтитры создавал DimaTorzok И так, совершая путешествие по мыслям своих детей, Миссис Дарлинг иногда натыкалась на слово «Питер». В голове у Венди это имя попадалось просто на каждом шагу. «Кто он, доченька?» – спросила Миссис Дарлинг. «Ну, он просто Питер Пен, мамочка», – ответила Венди. «Но ты ведь знаешь». Мысленно добравшись до своего детства, Миссис Дарлинг вспомнила про какого-то Питера Пена, о котором говорили, что он живет там, где живут феи. «Но ему уже давно пора повзрослеть», – заметила она Венди. «Ой, нет, нет, он не растет», – поделилась с ней Венди. «Он такой же, как и я». Миссис Дарлинг решила посоветоваться с мистером Дарлингом, но он только снисходительно улыбнулся, не обращая внимания. «Пройдет». Но это никак не проходило. «Он такой же, как и я, как и я». Как-то раз и вечером мистер и миссис Дарлинг собрались на званый ужин. Миссис Дарлинг надела белое вечернее платье, а мистер Дарлинг – новый костюм. Нечаянно мистер Дарлинг наскочил на Нену и тут же обшерстил свои новые брюки. Раздосадованный он вывел собаку из дому и посадил Нену на цепь. Перед уходом миссис Дарлинг обошла все три кроватки и сказала ласковые слова каждому ребенку на прощание. Майкл вдруг обнял ее за шею и сказал «Мамочка, я так тебя люблю!». Это были последние слова, которые она от него слышала. «Мамочка, я так тебя люблю!» Теперь комната была освещена совсем другим огоньком, в тысячу раз ярче ночников. «Этим огоньком была не лампочка, а фея, величиной с вашу подушку!» За голосом, похожий на нежный звон колокольчика, ее прозвали Динь-Динь. Минуту спустя после появления феи окно растворилось и в детскую влетел Питер. «Динь-Динь!» — позвал он тихонько. «Ты где?» В ответ раздался нежный-нежный звон, как будто кто-то зазвонил в маленькие золотые колокольчики. Так говорят феи, это их язык. Он такой тихий, что обычно ребята его не слышат. «Динь-Динь-Динь» 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 Но Венди услышала этот звон и проснулась. Надо сказать, она совсем не испугалась, увидев незнакомого мальчишку в шляпе и платье из сухих листьев и прозрачной смолы. «Мальчик», — сказала она вежливым голосом, — «как тебя зовут?» Питер изысканно поклонился и сказал «Питер Пен». Венди-Динь-Динь очень понравилась, и она тоже отвесила ему поклон. «А я Венди-Дарлинг», — сказала Венди. «А где ты живешь?» Второй поворот направо, а дальше прямо до самого утра. «Ха-ха! Какой смешной адрес! Как же его написать на конверте?» Она тут же пожалела, что сказала про письма, потому что Питер ответил «А мне не пишут писем». «Ну, тогда, может, пишут твоей маме, а у меня нет мамы». Но у него не просто не было мамы. Он вообще считал, что мама человеку ни к чему. Венди стала жаль мальчика. «Бедный», — сказала она, — «ты такой хороший, а у тебя нет мамы». «А хочешь, я подарю тебе поцелуй», — предложила Венди. Питер не знал, что такое поцелуй, и протянул руку ладошкой вверх. «Подари!» «А ты знаешь, что такое поцелуй?» «Подаришь, так буду знать». Венди не хотела смущать мальчика и протянула ему на персток. «А хочешь, я тоже подарю тебе поцелуй», — сказал Питер. Питер оторвал от своей курточки желудь, который служил ему пуговицей, и протянул Венди. «Спасибо», — ответила девочка. «Я буду носить твой поцелуй на цепочке». Венди прикрепила желудь к цепочке, которая была у нее на шее, и прекрасно сделала, потому что, как потом выяснится, это однажды спасет ее жизнь. Венди прикрепила желудь к цепочке. ЛОСОРա ВЕНДЕО Венди знала, что когда люди знакомятся, принято спрашивать, сколько им лет. — Сколько тебе лет? — спросила Венди. — Не знаю, — ответил Питер с неохотой, — но вообще-то я еще маленький. Однажды в детстве я услыхал, как мама и папа говорили о том же, кем я буду, когда вырасту и стану взрослым мужчиной. А я вовсе не хочу становиться взрослым мужчиной. Я хочу всегда быть маленьким и играть. Вот поэтому я и удрал и поселился среди феи в Кенсингтонском парке. — А ты знаешь, откуда берутся феи? — Нет, — ответила Венди. — Понимаешь, когда родился первый ребенок на свете, и он в первый раз засмеялся, то его смех рассыпался на тысячу мелких кусочков, и из каждого появилась по фее. Так было задумано, чтобы у каждого ребенка была своя фея. Но ребята уж очень умные стали, чуть только вырастут. Сразу говорят, глупости, нет никаких феи. А ведь стоит только кому-нибудь это сказать, как одна фея тут же падает замертво. Субтитры создавал DimaTorzok Питер прислушался и произнес. — Не понимаю, куда она подевалась? — Динь-Динь, ты где? У Венди забилось сердце. — Питер! — закричал она, хватая его за руку. — Уж не хочешь ли ты сказать, что здесь, в комнате, фея? — Да была только что! — сказал он не без раздражения. — Ты ничего не слышишь? — Вроде звенят какие-то колокольчики, — сказала Венди, прислушавшись. — Это и есть Динь-Динь! Она так разговаривает. Звон доносился со стороны комода. Кажется, засмеялся Питер. Гер случайно задвинул ящик комода вместе с Динь-Динь. Какой звонкий был у него смех! Он все еще умел смеяться, как смеются первый раз в жизни. Едва Питер выпустил бедняжку Динь из ящика, как она заметалась в воздухе, ругая его, на чем свет стоит. — Ой, какая хорошенькая! — поразилась Венди. Хотя лицо у Динь было искажено злостью. Но любовавшись живой феей, Венди продолжала приставать к Питеру с расспросами. — А ты больше не бываешь в Кистентонском парке? — Ну почему? Бываю иногда там, где потерянные мальчишки. — А кто они такие? — Это ребята, которые вывалились из колясок, пока няньки зевали по сторонам. Когда ребята выпадают из коляски, и их семь дней никто не хватится, они отправляются в страну, нет и не будет. — Я там, их командир. — О, как же это здорово! — Ну здорово-то здорово, но скучновато. У нас ведь там вообще нет девчонок. — Какой же ты молодец! А вот, например, Джон, вот видишь, он спит там. Так он девчонок просто презирает. Питер все болтал и болтал. Он рассказал, что не раз прилетал к ним в детскую, чтобы послушать сказки. Ты понимаешь, я ведь совсем не знаю сказок. Да никто из потерянных мальчишек не знает ни одной сказки. — Какой ужас! — воскликнула Венди. — О каких только сказок я бы вам не рассказала! Услышав это, Питер схватил Венди за руку и потащил ее к окну. — Венди, летим со мной! — воскликнул он. — Расскажешь мальчишкам сказку! Конечно, Венди постила такая просьба, но она возразила, «Господи, да как же я могу? А ты подумала моей маме! Да и к нам уже! Я ведь совсем не умею летать! Да я тебя научу! Мы полетим все вместе! Но ты только предстань! Вместо того, чтобы спать, мы могли бы летать по небу, болтать со звездами! А как бы мы стали тебя уважать! Ты бы подтыкала нам одеяло по ночам! Что было бы нашу одежду! Ты бы сшила нам карманы! Ведь ни у одного из нас нет ни одного кармана! Ну как тут устоять? Ой, ну, да чего же это все интересно, Питер? А ты мог бы научить летать не только меня, но и Джона с Майклом? Ну, если хочешь, пожалуйста! Начал он равнодушно, но внезапно сделал знак. Дело в том, что Нэнна, которая отчаянно лаяла весь вечер во дворе, вдруг затихла. Вот эту-то тишину и уловил Питер. Гасите свет, распорядился он. Прячьтесь! В спальню вошла служанка Лиза, держа Нэну за ошельник. Вот дурех, сказала Лиза Нэне, ничего не случилось. Все твои ангелочки спят в своих постелях, тихонько спят во сне. Или ты замолчишь, или я пожалуюсь хозяину. Дети и в самом деле запели, но не в постелях, а спрятавшись за занавесками. Лиза выдолкала несчастную собаку за дверь и снова примиздала ее во дворе. Но Нэна не успокоилась. Она залаяла еще громче. Пусть, пусть хозяева зададут ей хорошую трепку, только пусть скорее бегут домой с гостей и спасут детей. Образцовая нянька Нэна стала рваться с цепи, и ее усилия в конце концов увенчались успехом. Уже через мгновение она влетела в гостиную, и мистер и миссис Дарвинг поняли, что с детьми случилось что-то ужасное. Они выскочили на улицу, даже забыв попрощаться. Все в порядке, объявил Джон, когда дети вновь остались одни. Слушай, Питер, а ты в самом деле умеешь летать? Не утруждая себя ответом, Питер облетел комнату. Казалось, что летать совсем нетрудно, и дети попробовали взлететь, но у них ничего не выходило. Да вы просто подумайте о чем-нибудь хорошем, посоветовал Питер. Ваши мысли сделаются легкими, вы обязательно взлетите. Первым это проделал Майкл. Джон и Венди последовали его примеру. «Как здорово! Ух ты! Мы летаем!» «В путь!» — крикнул Питер повелительным голосом и тут же выпал по воздуху прямо в ночь. А Венди, Джон и Майкл вылетели следом. Венди, Джон и Майкл вылетели следом. Они все летели и летели, и уже стали приближаться к острову. «Нет и не будет!» Вам может показаться странным, но они сразу узнали этот остров. Точно они на нем когда-то побывали, и теперь возвратились назад. Все трое вдруг как-то странно притихли. И на них вдруг напала какая-то непонятная тоска. Конечно, конечно, они давно были знакомы с островом «Нет и не будет!» Но там, в детской, он был какой-то как буддышний, ненастоящий и совсем не страшный. И рядом была Нена, и горели ночники. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok А что бы ты хотел сначала, спросил Питер у Джона, чтобы с нами приключилось какое-нибудь приключение или лучше сперва попить чай? А какое такое приключение, осторожно уточнил Джон. А там внизу в пампасах спит пират. Если хочешь, спустимся и убьем его. И много тут пиратов, спросил Джон опасливо, куча. А кто их представитель? Предводитель? Капитан Крюк. Джесс Крюк. Знаменитый пират из книжки. Да он же страшнее всех. Его боялся даже бесстрашный жареный пыль. Так точно. Майкл сразу заревел, а Джон мог говорить только с остановками, переводя дыхание. Потому что им прекрасно была известна репутация пирата Джесса Крюка. Играет музыка. Динь-Динь первая слетала на остров и что-то сообщила Питеру своим колокольчиковым голосом. Она говорит, перевел Питер, что пираты засекли наше приближение. И теперь они выкатывают пиратскую пушку Большого Тома. Им с земли виден огонек Динь. И если она сообразит, что мы летим рядом с ней, то дадут залп. «Вели улететь отсюда, Питер!» Закричали Майкл, Джон и Венди разом. «Не думаете ли вы, — ответил Питер, — что я могу отослать ее, когда ей и так страшно?» «Ну тогда скажи, — умолела Венди, — скажи, чтобы она погасила свет!» «Этого феи не могут сделать!» «Свет гаснет сам по себе, когда они засыпают!» «Ну тогда вели ей заснуть!» — скомандовал Джон. «Не может она спать, пока ей не захочется!» «Вот если бы у кого-нибудь из вас был карман, его можно было бы туда засунуть, но ни у одного из них не нашлось ни одного кармана». «Шляпа!» — внезапно осенила Питера. Питер снял с себя шляпу, Динь согласилась туда залезть, а Венди вызвалась держать шляпу. Благодаря шляпе огонька не было видно, и они продолжили свой путь в полной темноте. «Как удручающе тихо!» — сказал Майкл. «Но хоть бы какой-нибудь звук раздался!» «И словно в ответ воздух содрогнулся от страшного взрыва!» «Пираты выстрелили по ним из большого дома!» «Взрывной волной всех разнесло в разные стороны, а Венди подкинула вверх, и она оказалась наедине с Динь-Динь!» «Неизвестно, обдумала ли Динь свой коварный план заранее, но она выпорхнула из шляпы и полетела, указывая Венди дорогу и стараясь заманить ее туда, туда, где ее ждала гибель!» «Нельзя сказать, чтобы Динь была настолько уж плохая! Дело в том, что феи, они такие маленькие, что в них помещается только одно чувство — либо доброе, либо злое!» «Сейчас Динь-Динь была вся заполнена ревностью!» «Такие слова она говорила на своем колокольчиковом языке, Венди понять не могла, но ей казалось, что огонек феи ей подмигивает и сообщает — лети за мной след, все будет хорошо!» «Ну что было делать, бедный Венди?» Она позвала Питера, потом окликнула Майкла и Джона, но только эхо ее передразнило, и никто не отозвался. Она пока еще не понимала, как ее ненавидит фея Динь-Динь. Испуганная и потерянная, она летела вслед за ее огоньком, навстречу своей судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чувствуя приближение Питера, остров нет и не будет вновь оживал. Потерянные мальчишки разыскивали место, где приземлится Питер. Пираты разыскивали мальчишек, краснокожие индейцы разыскивали пиратов, а дикие звери разыскивали краснокожих, чтобы их съесть. И все они ходили и ходили по кругу, потому что двигались с одинаковой скоростью. Первыми из движения выпали мальчишки. Услышав звуки мрачной пиратской песни, они укрылись в своем жилище под землей. В семи больших деревьях были выдолблены дупла, как раз величиной с мальчишкой. Это и был вход в подземное жилье потерянных мальчиков, который капитан пиратов Джеймс бесплодно разыскивал вот уже несколько месяцев. Вместо правой руки у него был железный крюк, поэтому сам себя он называл Джесс Крюк. Больше всех я хочу изловить их командира, Питера Пена, говорил капитан Джесс Крюк. «Это ведь он отсек мне правую руку и скормил ее крокодилу. Теперь крокодил всюду меня подстерегает, и он давно бы съел меня, если бы не умудрился проглотить часы, которые теперь тикают у него внутри и предупреждают меня о его приближении». «И что ты намерен сделать, чтобы расправиться с Питером Пеном и его мальчишками?» спросил капитана пират СМИ. «Возвратиться на корабль, испечь жирный торт и оставить его на берегу, возле русалочей лагуны, где эти мальчишки любят купаться. Они тут же слопают торт, потому что ни у одного из них нет матери, которая объяснила им, как вредно наедаться жирным. Они слопают торт, и все разом помрут». «О, это самое мудрое пиратское убийство из всех, что я знаю», сказал восхищенный пират СМИ. От восторга СМИ и джест начали было приплясывать, но вдруг смолкли. Они услыхали тонюсенький звук, который становился все громче и отчетливее. «Крокодил!» «Прошептал крюк, задыхаясь, и помчался прочь, а боссман СМИ вза ним». Ни о чем не подозревавшие потерянные мальчишки вышли из своего укрытия. Один из них, мальчик по имени Малыш, поднял голову и воскликнул. «Глядите!» «А вон летит большая белая птица!» «Глядит и стонет!» «Бедная Венди!» «Это действительно была Венди!» «Она летела и плакала!» «Плакала!» «Потому что злобная Дин-Динь больно-больно щипала ее!» «Потому что злобная Дин-Динь больно-больно щипало ее!» «Она летела и плакала ее!» «Д Pickens!» «Он летела и плакала ее!» «Потому что злобная дима мне мечта!» «Малыш много!» «Потому что злобная дима моя любовь!» Питер велел, прокричала с высоты ревнивый день Чтобы вы застрелили Венди Когда Питер что-то приказывал мальчишкам Они беспрекословно выполняли все указания своего командира У них не было причин задавать вопросы Мальчик по имени Болтун, отважный, но ужасно невезучий парень Не раздумывая, приложил стрелу и натянул дитиву Быстрей, Болтун, быстрей, подгонял его день Питер останется с тобой очень доволен Болтун выстрелил И Венди упала Упала на траву со стрелой в груди Страшная тишина опустилась на лес Ой Это никакая не птица Проговорил наконец испуганным голосом малыш Это тетенька И мы ее убили КОНЕЦ И в этот самый трагический момент Они услышали знакомый звук До них донеслось кукареканье Это был Питер Он всегда возвещал о своем прибытии кукареканям Душа у мальчишек ушла в пятки Здорово, ребята, крикнул Питер Я добыл для вас всех маму Вы ее не видели? Она летела сюда О, Господи Сказал кто-то из мальчишек И они разошлись по сторонам Питер увидел Лежавшую на траве Венди Со стрелой в груди Он глядел на нее И не представлял Что же теперь делать Она умерла Сказал Питер, чувствуя себя Очень неуютно Вы не поверите Но именно в этот момент Венди подняла руку Тетенька Венди жива! Обрадовался мальчик по имени Кудряш Питер опустился на колени перед Венди И обнаружил свой желудь Вы помните? Ну помните тот самый желудь, который он подарил Венди Как поцелуй, который Венди повесила себе на цепочку Помните? Глядите, сказал он Стрела угодила прямо сюда Это Это поцелуй, который я ей подарил Он спас ей жизнь Она жива А что произошло дальше? Вы узнаете после небольшого антракта Спасибо